Что такое идеальная жизнь? Идеальная жизнь может рассматриваться с двух ракурсов. Как правило, когда человеку говоришь, расскажи о своей идеальной жизни, он начинает говорить с точки зрения потребителя, то есть из некой функциональности иметь. Он говорит, я хочу машину, я хочу дом, путешествия, поездки и прочее. И это представляется идеальной жизнью. Но это может быть идеальной жизнью для каждого из нас. Мы все индивидуальны, мы все разные, у каждого из нас разное восприятие идеальной жизни. Но я сейчас говорю об идеальной жизни и состоянии «я есть». То есть нужно задать себе вопрос, что же такое для меня идеальная жизнь с точки зрения «я есть». То есть какой «я»? Как я могу реализоваться в этой жизни? Какая миссия у меня в этой жизни есть и какой талант дал мне Бог? Вот в этом понимается идеальность жизни. Ну, а моя идеальная жизнь из функциональности «я есть», скорее всего, если громко сказать, служить людям. Если менее громко сказать, помогать людям. Если еще менее громко, то моя функция «я есть» состоит в том, чтобы, делая что-то в жизни, проводя некие эксперименты на себе, потом делиться опытом с другими и своим примером увлекать их за собой, создавая некое такое состояние, которое помогает оторвать какую-то пятую точку от дивана и отправиться в путь. Но не в путь, как в путешествие в другую страну, а в путь, как познание своей жизни и, в общем-то, всего мира в целом. Вот это моя идеальная жизнь.